итак всех приветствую ребят с вами я император прайм и сегодня расскажу одно из маленьких таких точнее я бы сказал больших проблем так я ее решал двое суток у меня ушло на второй день я решил да первый день с 12 дня и до 12 вечера так и не решил в общем поехали не буду задерживать в общем какая проблема проблема в том что приобрел я игру for the horizon 3 ребят и она не работала никак не могло найти короче связь связь просто со спутником в общем что я могу сказать ребят есть в xbox и короче вот такая интересная понятель ребят вот xbox вот этот life который на windows 10 вот и сеть естественно сеть в общем я решил поиграть с другом по ну по сетке да но нихрена не получается подключение к интернету меня и было вот запущены и работают все службы написаны xbox live все шикарно но тип над написано кереда типа то 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 короче не может обнаружить а подключение к серверу серверу вообще было заблокировано на глухо на хрен задержки вот этого ничего не было поэтому я позвонил саму провайдеру установил внешний ip адрес за него заплатил 150 рублей и потом последовательно 50 рублей в месяц короче на следующий день не отключил так как я понял что ничего это не помогло хотя в некоторых случаях ip адрес внешний нужен но поехали дальше решать нашу проблему там меня выбросило на вот такой вот сайт ребят короче то есть microsoft официальный сайт короче вот тип над приложение xbox для windows отображается как кереда не удается получить адрес то есть айпи адрес вообще не может а кереда это сетевой протокол принимаем применяемый для установки безопасных соединений между клиентами и сервером то есть между мной клиентом и между грёбаным сервером а связи то нету и меня была вот такая беда короче которая вот здесь вы видите только на английском языке то есть xbox сервер то 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 и типа не подключено короче заблокировано то 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 в общем вот такая вот хрень вот кереда адрес свете ему нету нету хоть ты убейся ему этого адреса чертова нету я конечно решил сейчас сам все расскажу поподробнее чтобы не делали ошибок изначально изначально я короче пробовал вот это все короче вот ребятки вот 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 инструкциям следовал то есть он может быть случайно или отключился может такая ситуация быть поэтому я сразу же скажу что может быть другая программа как-то его отключила и вырубила или можно его переустановить переустановить его никакими приложениями ни тем не получится только в этом вот я сейчас вам покажу командная строка все запускаем от имени администратора и вот примеру хотите его удалить вот вот это копируйте ребята вот папа скопировали копировать туда-сюда короче и сюда вот вставляете в control в control c нажимаете enter и вас все в порядке короче отключили перезагрузили компьютер то есть следуйте чисто инструкциям все и именно от имени администратора не забывайте и потом уж его включаете перезагружите компьютер включаете и вот это копируете то есть таким способом вы его опять же в командной строке установите и включите но есть еще куча всякой хрени тут написано который можно попробовать но на всякий случай это я вам как бы говорю находится он ребят очень просто короче сейчас вам покажу где находится диспетчер устройств открывая сетевые адаптеры но мы не наблюдаем наблюдаем только за рост гигабайт интернет то есть на моей материнке что их включаем вид запоминаем показать скрытое устройство и вот он наш тире до туннельный короче этот гребаный адаптер вот он ребят все работает вот кстати порты вот видите one mini порт айпи в 6 вот это короче в 4 еще есть он это старый сейчас на иксбоксе короче вот эти все современные чтобы без потери там вообще супер качество из вообще хорошей линии вообще всякой хрени связано с интернетом ребят вот это сейчас используется современная тема о ну поехали дальше что там и куда поэтому я и удалял тут и все что это дело все равно ничего не помогло но ребят помогло только одна такая волшебная тема короче сейчас я вам ее конечно продемонстрирую это файл хост в котором находится все мы заходим в windows дальше у нас идет папка system32 дальше папка drivers дальше папка etc и в ней находится файл хост вот у меня файла хост это вообще не было просто не существовало просто его не существовало но ребят в нем кое-что есть интересное я его открою через блокнот так как он открывается через блокнот и не находится вот такая вот хрень короче которая написана вот так как у меня этого файла вообще не существовало каким-то образом он удалился и все остальное кстати кто не в курсе короче есть еще там как-то вон там та-та-та-та-та вид но этот не тут ладно то потом вот в общем этот файл хост мне пришлось создавать вручную вручную каким образом можно его создать ребят сейчас я вам все покажу прекрасно выполнить панель управления панель управления ребят открываем и тут есть параметры проводника на windows 7 параметры папок будут вместо параметра проводника нажимаем параметры проводника windows 7 параметры папок включаем вид и здесь есть скрытый скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов нажимаем вот эту вот галочку убираем ее применяем ребят теперь смотрите что у нас получается это мы скроем короче сейчас вам все продемонстрирую берем правой мышкой создаем файл текстовый документ видите короче текстовый документ а текст короче выделяется ну как бы отдельно но при этом мы берем выделяем текст все очень просто просто повторяйте и все нажимаем английский и пишем файл название файла о с хост смотрите после изменения расширения это может казаться недоступным все нормально нажимаем да и смотрите что получилось видите файл измельца всего не текстовый теперь я его только через блокнот открываю его вот он файл хоть чистый без вируса и всякой хрени короче вот есть я его закинул но оказалось этого мало файла хост поэтому что для этого нам еще понадобится ребят я оставлю ссылки в описании как изменить файл хост все очень просто после того как мы создали всю нашу понятие мы просто листаем ниже и вот в операционной системе windows файл пост имеет следующее а стандартное содержание это стандартное содержание мы копируем все вот она первое даже вот эти значки они не определяются и здесь прописан вот этот айди айди адрес вот эта вся хрень короче копируем ребята смотрите все очень просто заходим файл о с открываем перед блокнот по-другому не открывается и вставляем просто все и тить колыхать а смотрите microsoft все дела адрес и вот вот этот адрес windows короче не видит понимаете в чем беда вот 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 этот тип над тире да и вот эти все ошибки просто не видит потому что его нету или вирус грохнул или еще какая-то все что угодно ребят может быть понимаете все очень просто при этом мы закрываем сохраняем и все дела и потом короче если здесь нету перемещаем но не забываем что здесь именно в папке и dc вот это все делать создавать надо на рабочем столе ну не забываем потом ребятки вернуть все назад так это цель это цель это цель так этот панель управление чтобы можно было текстовые документы создавать и все остальное чтобы все было у нас нормально вид назад галочку поставить ребятки применить окей и все нормально и после этого вы можете играть ребята онлайн ваши любимые игры и не будет у вас проблем с именно вот этим кереда короче но который не может определить айпи адрес на вашем пк понимаете короче потому что вот он прописан будет идти идти колыхать вот он я не мог это не видео не заснять потому что ну я сам два дня хакерил тут взламывал системы майкрософт но тем не менее вот оно все вот именно вот это правильное короче все название вот эти места вот эти вот решеточки они ничего не влияют все нормально все копируйте как есть ну желательно чтобы отправить имени администратора бывает короче такое что могут не разрешить переместить файл пост поэтому тут уже смотрите там другую у кого-то как там там по-моему разрешить все типа в папках короче доступ типа туда-сюда типа такой хрень ну по-моему должно всех так работать до заморочено да но это если у кого нету файла после были какие-то проблемы или вообще с по ключе с подключением кереда если это не помогло то идите по вот этим инструкции все другого просто не дано и не существует ребят не существует все на этом я буду заканчивать с вами был я император прайм если я помог ставим лайки подписывайся на канал всем удачи всем пока